Накануне в Екатеринбурге возле Кировского ЗАГСа свой паспорт чуть не съел бедолага водитель китайского самосвала «Шахман», завалившегося сразу после выезда с места будущей точечной застройки близ улицы Ладыгина, которой уж совсем не рады местные жители. Кто-то упал. Карма из цикла. Вот она, да, карма. Злосоманные деревья. Инцидент зарегистрирован напротив отдела записи актов гражданского состояния через улочку, названную в честь русского изобретателя, привычной всем, вольфрамовой спиральной нити для лампочек накаливания. В последнее время он, проезд, жесточайшим образом изнасилован тяжелейшими самосвалами, вывозящими грунт с места, где копают котлован для будущего дома под почему-то финским названием «Традитио». Конкретно этот шахман, пустой, весит 15,5 тонн, еще до 25 тонн может взять в свою котомку, а вот эта тропинка явно на 40 тонн не заточена. Вот и провалился в какую-то железобетонно-колодезную пустоту его задний мост правой стороной. Ну, а где коготок застрял, там и всей птичке завал. Водитель, невредимый, вылез и стал бегать вокруг, что-то громко обсуждая с другими на непонятном языке, наверное, на китайском, ну, не на самосвальном же. Пришлось родную землицу, захваченную китайцем, выскребать из него, после чего не менее здоровенный автокран взгромозился все в тот же дворовый проулочек. После того, как самосвал для начала встал на две точки по диагонали, а две других зависли, одна над землей, вторая под землей, крановое наставничество на путь истинный завершилось успехом. После того, как самосвал свалил, во дворе, на радость местным жителям, проигравшим в свое время войнушку с точечной застройкой, остались очередные шрамы и оградка с загадочным знаком. Падение всяческих вообще нравственно-моральных, этических ценностей, да, ну вот мы это все видим. И объезд указывает налево, то есть, видимо, прямо будут ехать в наш дом в следующий раз.